Дорогая церковь, братья и сёстры, всех сердечно приветствуем! Сегодня наши подростки проводят служение на тему благодарения, и мы попросим Божьего присутствия, помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты хранил нас до этого часа, благодарность Тебе за привилегию быть на этом святом месте. Господь, благодарим за то, что Ты создал Церковь Твою, и Ты сказал, что врата ада не одолеют её, Господь. И вот уже много поколений мы являемся свидетелями тому. Благослови сегодня наших детей, это чьи-то внуки, правнуки, которые будут участвовать и возвещать эту прекрасную тему. Помоги и научи нас, меня лично, всегда быть благодарным в жизни моей. Благослови это служение. Пусть имя Твое прославится в нём. Аминь. Смысл поем номер 130. Я духом обновления. Пусть имя Твое прославится в нём. 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 Благослови Господь, О крепость Твоя, Надейся на Господа во всех делах, Прославь Ему за все. Так славен наш Господь, Велик наш Бог, Тебе, О Господь, мы славу воздаем, Тебе звучит хвала. О, помощь нам во всем, защита ищи, Пойдем веселиться сердце и душа, Благослови Господь, Велик наш Бог, Тебе, О Господь, мы славу воздаем, Тебе звучит хвала. Тебе звучит хвала. Да, братья и сестры, действительно наш Бог богат милостью. Слава Богу, что мы можем собраться сегодня Так спокойно, в уюте, в комфорте. Наши юные сердца, они могут тоже поучаствовать в служении, Прославить Бога, потому что действительно Он достоин Прославления и хвалы. И сегодня перед нашей общей молитвой Я бы хотел затронуть тему благодарности. И мы с ранних лет, нас родители учат, Мы слышим, чтобы всегда говорить спасибо, За все благодарить. И это качество нам говорят с раннего возраста. Но это не то, что мы можем выучить или приобрести Спустя какое-то время. Это то, что исходит из сердца. Это то, что исходит из души. И для нашего размышления перед нашей молитвой Я бы хотел до основания моих мыслей Прочитать место, которое записано 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Это знакомое, я думаю, для нас место. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы прочитали, что это воля Божия, что Господь хочет видеть это в каждом христианине. И я думаю, что это одна из таких ярких признаков и черты христианина, когда он благодарит. Это очень заметно. И, как я говорил, порою мы думаем, что это надо выучить или это исходит из сердца. И таких людей очень заметно и видно. Но порою мы не благодарим. И, живя в этом мире, может, в этом трудном, непростом, страшном, мир, который отходит от Бога, можно сказать, каждый день, и бывает, мы теряем это чувство, бывает, погружаясь в наши повседневные дела, или, может, в нашем сердце являются какие-то наши амбиции, наши планы, наши намерения, может, даже работа или семья. Мы ставим это на первом месте. Но, задав себе вопрос, ищем ли мы лица Божия, воли Божьей в нашем каждом дне, с самого утра ищем ли лица Божьего, стараемся ли мы исполнить волю Божию каждый день в нашей жизни? Если да, то тогда мы будем видеть, как Бог присутствует, как Бог рядом с нами, и мы будем видеть Его милость, Его любовь к нам. В маленьких деталях мы будем замечать, как милостив Он к нам. И хотел бы, чтобы мы вспомнили, когда Иисус исцелил десять прокаженных. Мы помним, что только один вернулся и поблагодарил. Проказа — это такая болезнь, которая с человеком на всю его жизнь. Это приносит ему боль, это постепенно его тело отмирает. И он встает изгоей от своего народа, от, может, близких, семьи. И он должен быть один. И я думаю, мы похожи на вот эти, бываем на вот эти девять прокаженных. Мы тоже, каждый человек, родившийся на этой земле, он является обречен на смерть. Мы рождаемся, и мы стоим врагами Бога, потому что, согрешая, мы противимся Богу. И нет ни одного человека на этой земле, который живет или когда-то жил, который мог бы принести эту жертву, но Господь, Он послал Сына Своего Единородного, который без греха пришел на эту землю, понес грех мой, и каждого из вас, Он, пролив кровь свою, очистил нас от наших грехов. И я думаю, человек, который был обречен на смерть, который имел этот смертный приговор, и теперь получил милость, потому что мы ничем не заслужили это. Мы, никто из нас не мог сказать или проявить какую-то праведность перед Богом, потому что написано, что наша праведность – это как запачканная одежда. И никто из нас не мог проявить эту праведность перед Богом. И Господь, по милости Своей, дал нам жизнь вечную. И мы теперь не умираем, но переходим из этой жизни в вечную жизнь. И я бы хотел, чтобы мы сейчас в наших молитвах просто поблагодарили Бога, потому что, я думаю, у нас есть очень много, за что мы можем благодарить. Просто в коротких молитвах давайте мы встанем на колени и поблагодарим Господа нашего. Аминь. Дорогой Господь, я сердце Тебя благодарю за это время, за то, что Ты присутствуешь среди нас, то есть Ты даёшь нам это возможность читать, молиться, иметь это общение с Тобой, Боже. Благодарю Тебя, что когда-то Ты нашёл меня, грешника, который не заслужил Твоей милости, Боже, но Ты по великой своей любви простил меня, Боже. Помоги мне каждый день искать лица Твоего. Спасибо Тебе за то, что Ты так благословил меня, Боже, что Ты даёшь всё необходимое, что Ты даёшь мне силы, разум, Боже, что я жив. Благодарю Тебя за все Твои милости. Аминь. 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 Слава Христу! Слава Христу! Отсана! За всю доброту, Господь, и все люди земли! Каждый прекрасно вокруг, этот Христов лучший друг, Более взросли, у нас накормил, небо для нас открыл. Славы достоин от всех, смысл своей крови наш клей, Пойте Ему, пойте хвалу, радуйтесь без конца. В нашей цветах Его любовь вижу, Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Отсана! За всю доброту, Господь, и все люди земли! Каждый прекрасно вокруг, этот Христов лучший друг, Более взросли, у нас накормил, небо для нас открыл. Славы достоин от всех, смысл своей крови наш клей, Пойте Ему, пойте хвалу, радуйтесь без конца. Каждый прекрасно вокруг, этот Христов лучший друг, Более взросли, у нас накормил, небо для нас открыл. Славы достоин от всех, смысл своей крови наш клей, Пойте Ему, пойте хвалу, радуйтесь без конца. Выслушаем пение. Благодарю за все. Затем пение. Удивительный остров. И потом стихотворение. Благодарю Твотца. Благодарю за то, что все вокруг, Поспело. И шатвый день нам дарит множество плодов. Нас благодать Твоя великая согрела. Вокруг царит Твоя любовь. Благодарю за то, что все вокруг, Поспело. И шатвый день нам дарит множество плодов. Нас благодать Твоя великая согрела. Вокруг царит Твоя любовь. Благодарю за все, что есть на этом свете. За солнце свет и за прохладный дождь, Что каждый миг благословляешь на планете. И в небесах с плотами жизни ждешь. Благословил нас плодовитыми полями. И все вокруг благоухает и растет. Мир наш заполненный красивыми местами. Благодарю за все, что есть на этом свете. За солнце свет и за прохладный дождь, Что каждый миг благословляешь на планете. И в небесах с плотами жизни ждешь. Благодарю за все, что есть на этом свете. Благодарю за все, что есть на этом свете. Благодарю за все, что есть на этом свете. За солнце свет и за прохладный дождь, Что каждый миг благословляешь на планете. И в небесах с плотами жизни ждешь. Благодарю за все, что есть на этом свете. Благодарю за все, что есть на этом свете. В мире есть удивительный остров Ты на карте его не видал Я по компасу верности просто В океане его отыскал Удивительный остров Верных друзей От палящего солнца Прохладная тень Среди вам равнодушья Из-за висливых груст Убегаю на остров Где любил из Христос Он на острове этом однажды И вечерей себя разделял Он за дружбу платил своей кровью Потому и Иуда сбежал Удивительный остров Верных друзей От палящего солнца Прохладная тень Среди вам равнодушья Из-за висливых груст Убегаю на остров Не люби быть Христом Отыщи обязательно остров На вечерей На вечерю друзей Соберите И омывшие ноги с любовью Свою душу на всех раздели Удивительный остров Верных друзей От палящего солнца Прохладная тень Среди вам равнодушья Из-за висливых груст Убегаю на остров Где любил из Христос Убегаю на остров Где любил из Христос Слава Богу Благодарю Творца за мир красот За чудную его природу За сень небесных тех высот И за осеннюю погоду Спасибо Богу за насущный хлеб За воду, чистую пищу Что он хранит от разных бед И все молитвы наши слышит Хвала за жизнь, уютный дом За папу, маму и субботу За церковь, где поем салом Здесь каждому Господь дает работу Спасибо Богу за друзей За их улыбки и радушья За наших всех учителей Что нас в воскресной школе учат Спасибо Господу за все За то, что он дает желание Сердечко для него открыто все Поздать хвалу Христу в собрании Аминь Затем стихотворение Наш Господь тебе хвалу слагаем И потом музыкальное исполнение Все для тебя О, Боже мой, благодарю За то, что дал моим мочам Ты видеть мир твой вечный храм И ночи волны и зарю Тебя я жаждал и не знал Еще не верил, но ища Пока рассудком отрицал Я сердцем чувствовал тебя Везде я чувствую Я люблю везде Тебя, Господь, ночной тиши И в отдалене И в глубине моей души Души А когда живу, тебе молюсь Тебя, Господь, я люблю Тебя люблю, дышу тобой Когда умру, с тобой солью Как звезды с утренней зари Везде я чувствую Везде Тебя, Господь, в ночной тиши И в отдаленнейшей звезде И в глубине моей души Везде я чувствую Везде Тебя, Господь, в ночной тиши И в отдаленнейшей звезде И в глубине моей души Везде я чувствую Везде Тебя, Господь, в ночной тиши И в отдаленнейшей звезде И в глубине моей души Везде я чувствую Везде Тебя, Господь, в ночной тиши И в отдаленнейшей звезде И в глубине моей души Наш, Господь, Тебе хвалу слагаем Ты росой небесной Ты росой небесной напаяешь Из источников небесных благ Ты великой силой обладаешь Ты неизмерим в своих делах Мы приносим от души благодарение За Твою заботу За жизнь и слово для спасения За любви безмерной полноту Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую всех вас Друзья Вам нравится, когда вас любят? Я думаю, что ответ однозначно да Я думаю, что каждому человеку нравится быть желанным И чувствовать, что его любят Все люди любят, чтобы они хорошо думали Людям нравится, когда они являются объектом любви других Люди также более предпочитают получать любовь, нежели ее отдавать Когда люди говорят, что хотят, чтобы их любили Они имеют в виду, что они хотят, чтобы другие признавали их личную ценность Люди хотят, чтобы другие превозносили их из-за их личных качеств Часто, когда фраза «я люблю» обращена к человеку Это означает, что либо я с тобой согласен Либо я завидую тебе Либо я чего-то от тебя хочу И слово «любовь» Оно имеет почти бесконечное количество определений и применений Сутью которого является человеческий эгоизм Неправильно использованное вот это прекрасного слова «любовь» Оно влияет не только на людей в мире, но также и на нас, христиан Слово «любовь» Оно находится в центре Евангелия И чтобы мы понимали вот это слово Не так, как это понимает мир А как определил Бог Мы должны сосредоточиться на Божьем Слове Любовь, она испорчена в этом мире Но настоящая, истинная, вечная любовь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа Она останется навсегда Любовь Божия – это не та любовь, которую мы находим в этом мире Божья любовь, она не эгостична и не обманчива Божья любовь, она переполнена терпением, добротой и святостью Эта любовь, она не от мира сего И богатой милостью Бог, Он не лишает грешников вот этой удивительной благодати Он щедро одарил нас своей всемогущей любовью На этом этапе, я думаю, было бы неплохо и полезно Иметь хорошее рабочее определение того, что такое любовь Я хотел бы позаимствовать словами одного из богословов древности И чтобы помочь нам понять вот эту обширную тему Мы можем рассматривать любовь в двух категориях Любовь к удовлетворению – это радость и удовольствие, которые можно получить от чего-либо Например, я люблю плов Плов меня он очень радует, потому что у него очень хороший вкус Но любовь к доброжелательству, она основана не на качестве объекта любви А на доброжелательности, доброй воле по отношению к человеку или вещи, которые вы любите Вот цель такого рода любви – это создать что-то прекрасное А не просто ответить на красоту И вот это будет нашей основой для понимания Божьей любви И теперь мы можем дальше перейти к основной теме нашего обсуждения Тема такая – способствующая любовь Божья По-английски это the enabling love of God Суверенная любовь Бога к нам способствует иметь любовь к Богу и любовь к ближнему В нашей греховности мы никогда бы не смогли любить Бога Но Бог щедро одарил нас своей доброжелательностью Дав нам возможность любить нашего Создателя и нашего ближнего И стих для нашего размышления – это первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих 1 Иоанна 4, 19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас Другой перевод Мы любим, потому что Он первый нас возлюбил И английский перевод We love because He first loved us Возможно, что вот этот стих – это один из самых простых стихов в Библии Но в этой простоте столько глубины и столько глубокой истины В переводе этого стиха есть, как вы видели, небольшая разница Одни переводы начинаются «будем любить Его», а другие просто говорят «мы любим» И разница между вот этими переводами, они не меняют смысл этого стиха Но в моем мнении перевод, который мы любим, он лучше и сильнее раскрывает истину любви Божией Во-первых, слово «будем», которое используется в синодальном переводе, оно создает впечатление, что наша любовь ко Христу – всего лишь ответ на Его любовь к нам Он сделал нам что-то приятное, и мы в ответ тоже возвращаем услугу Но, друзья, как мы позже будем рассуждать, смысл вот этого стиха, он гораздо глубже И второе В переводе, которое пишут «мы любим», не используя слово «его», более точнее выражают полный смысл послания от Иоанна Что истинная любовь есть любовь не только к Богу, но и к своему ближнему И вот из-за этих причин в течение проповеди я буду использовать перевод «мы любим», потому что Он первый нас полюбил Итак, этот стих, он раскрывает нам источник истинной любви Объект этой любви, силу этой любви, сущность этой любви и эффект вот этой Божьей любви И, друзья, не позволяйте простоте вот этого стиха умалять его значение Карла Барта, это одного известных богословов, его однажды спросили «Какая самая великая мысль, которая пришла вам в голову?» Его ответ «Я знаю, что Иисус любит меня, потому что так говорит мне Библия» Ну, по-английски оно чуть-чуть лиричнее звучит «Jesus loves me this I know, for the Bible tells me so» Простые истины, но имеют такие глубокие влияния Вам не нужно быть известным богословом, чтобы понять вот этот стих «Мы любим, потому что Он первый нас полюбил» В одной простой фразе апостол Иоанн выразил всю широту и глубину Евангелия Апостол Иоанн был уникальным среди учеников из-за того, как Иисус любил его И как Иоанн чувствовал вот эту любовь Он известен нам как ученик, которого любил Иисус Даже в написании Евангелия Иоанн не упоминает себя по имени Он смиренно называет себя тем, кого любил Иисус Я думаю, что поступая так, Иоанн выражал свою собственную недостаточность в том, чтобы заслужить вот эту великую любовь Божью Иоанн остро осознал свой грех и то, что этот грех должен был исключить его от Божьей любви Отказываясь признать свое имя, Иоанн продемонстрировал свою недостойность такой любящей доброты от Бога Это также подчеркивает его понимание того, что Иисус имел к нему особую любовь Которая отличалась от любви к другим ученикам Иоанн, он переживал особый индивидуальный аспект любви Христа Показывающий, что Божья любовь, она не только незаслужена, но она также и суверенна Только Бог имеет право выбора, кого Он будет любить и как Иоанн продолжает вот эти мысли в своем первом послании Которое он написал верующим, чтобы усовершенствовать их радость Мы любим, потому что Он первый нас полюбил Мы любим До этого было время, когда мы не любили Бога И мы не только не любили Ему, но мы никогда бы не смогли полюбить Его Если бы Он первый не полюбил нас Этот стих, он провозглашает необходимость Евангелия Мы были врагами Бога, без надежды примирения, пока Бог не возлюбил нас Этот стих, он показывает всю серьезность нашей развращенности До того, как Бог возлюбил нас, мы были грешниками, мертвыми по преступлениям нашим Без каких-либо признаков жизни Будучи мертвецами, мы не имели общения с Богом Наш грех, он ослепил наши глаза на истину, что Бог есть свет Мы не соблюдали Его заповеди и не ходили так, как ходит Он Мы не любили Бога, потому что мы были влюблены в похоти мира Мы творили беззаконие, а всякий, делающий беззаконие от дьявола У нас не было никакой надежды, пока мы не перешли от смерти в жизнь силы Его любви Но все это может звучать слишком резко И, может быть, вы не считаете, что вот это подходящее описание вашей греховности Но, друзья, по милости Божией, большинство из нас, мы не раскрыли весь потенциал нашего зла Если бы не любовь Божья, как говорят, небо есть предел То есть, the sky is the limit нашей способности грешить Как сказал С. С. Луис, один знаменитый теолог Ни один человек не узнает, насколько он плох, пока не приложит максимум усилий, чтобы быть хорошим Описание нашей развращенности, которое я только что дал, оно взято непосредственно из послания Иоанна И я прошу вас, друзья, на неделе, когда у вас будет время, прочитайте вот это послание И вы увидите там, кто мы есть, кто мы были и как нас Бог видит Мы любим, потому что Он первый нас полюбил Как понять, что Бог нас любит? Многие лжеучителя в мире хотели бы, чтобы вы думали, что Бог любит нас такими, какие мы есть Они хотят, чтобы вы думали, что Бог любит грешника и просто всего лишь ненавидит его грех Как один раз выразился знаменитый проповедник Пау Уашер Если вы скажете грешнику, что Бог любит его, он ответит Это здорово, потому что я тоже люблю себя Но, друзья, Писание говорит нам о другой истине Бог ненавидит грешника и делающего беззаконие И наказывает грешника вечными страданиями Теперь вспомним то значение любви, которое я дал в начале проповеди Любовь к удовлетворению и любовь к доброжелательству У Бога нет удовлетворения во грехе И Он не может иметь такой любви к грешникам Это противоречит Его природе И любить грешников такими, какие они есть Но Бог любит грешника своей суверенной, доброжелательной любовью В нас нет ничего доброго Однако Бог хочет выразить нам свою добрую волю Для нашего блага, для нашего спасения Мы любим, потому что Он первый нас полюбил Христиане и нехристиане часто задают вопрос Как любящий Бог может отправлять людей в ад? Ну, на этот вопрос, я думаю, ответить очень легко Просто подумайте обо всех примерах, которые я только что привел Из всего лишь вот этого первого послания Иоанна Разве вот этих фактов недостаточно Для того, чтобы человеку почувствовать гнев Божий? Сложнее ответить на следующий вопрос Как? Как может святой Бог любить развращенных грешных людей? Бог любит нас не за наши качества или достоинства Любовь Бога к людям – это не любовь удовлетворения Он не испытывает радости или удовольствия от того, что грешные люди делают или мыслят У грешников сердца настроены против характера Бога И поэтому заслуживают скорее его гнев, нежели его милость Тогда как может Бог любить такого злого человека? Любовь Бога заключается не в нашей ценности, а в качестве характера Бога Бог есть любовь Любовь Бога к падшему человечеству, она выражается в его благожелательности Бог, он желает людям добра, хотя иное и совсем не заслужено Иногда говорят, что человек имеет право решать, в чей команде он находится В команде Бога или в команде дьявола Я подозреваю, что, говоря такие лозунги, люди, они не совсем понимают свое положение перед Богом Во-первых, из-за грехопадения мы уже противники Бога Как апостол Павел написал к Ефесянам 2 глава 3 стих Что мы были по природе чадами гнева Во-вторых, человек, просто полагаясь на силу своей воли, не может решить попасть на Божью команду Друзья, это не мои слова Прочитаем Евангелие от Иоанна 1 глава с 12 до 13 стиха А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами, то есть детьми Божьими Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, то есть желаний или намерений человека Но от Бога родились Английские переводы в этом случае еще ярче выражают эту мысль Буквально это волей человека Но от Бога родились Друзья мои, пожалуйста, послушайте внимательно Вера в Бога – это дар Дарованный нам Богом через свою любовь Если бы Бог не явил бы нам своей любви через Иисуса Христа Мы бы никогда в Него не поверили Только Бог имеет абсолютное право любить нас или нет Только Бог имеет абсолютное право любить нас или нет Если бы Он не избрал нас до сотворения мира, чтобы были Его детьми Не было бы никакого у нас решения Если бы Бог не любил нас лично, если бы Бог не решил показать нам свою добрую волю к отношению к нам Мы бы остались в своем грехе, в своем зле, в своей ненависти к Богу Один из моих друзей, он сказал Совершенная любовь могла бы быть возможна по отношению к такому злому существу, как развращенное человечество Только если бы Его совершенный гнев по отношению к греху мог быть полностью и окончательно умиротворен Поэтому и есть величие креста Его Сына, кого Он всегда любил совершенно Апостол Иоанн, он описывает Бога как свет, истину, жизнь, праведный, верный, вечный И все вот эти качества, они являются отражением Его святости Эти качества, они показывают нам, что Бог, Он не похож на нас Как может Бог, обладающий такими прекрасными качествами, явить человечеству что-либо, кроме своего гнева? Бог есть любовь И Он посчитал благом излить на нас свою любовь, избрав нас для получения высшей, совершенной жертвы Иисуса Христа на кресте Которая заплатила весь наш долг и сделала нас праведными перед Богом Друзья, вот это есть любовь Божья Как пишет Иоанн в 4 главе 10 стихе своего послания В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши Именно так Святой Бог любит грешников Именно так, друзья, Он возлюбил нас Бог послал Сына Своего, которого Он любил совершенной любовью Умереть за нас, чтобы спасти нас от гнева Божья для славы Его Бог любит нас из-за Своей славы Он любит нас не потому, что мы такие хорошие, привлекательные или достойные Бог, Он не нуждается в нас Он не обязан одаривать нас Своей любовью И вот эти истины, они должны привести нас в глубокое, в глубокое смирение И в радостное прославление, в хвалу нашему Господу Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас Мы любим Если вы сравните вот эту истину с правдой нашей предыдущей злой жизни Она станет просто необъяснимой Какая радикальная трансформация Бог изменил нашу ненависть к Нему в любовь Мы любим Бога, потому что Он первый нас полюбил Любовь Бога, она рождает новое сердце, которое способно любить Мы можем любить Бога и можем любить своего ближнего, потому что Бог первый полюбил нас Друзья, заканчивая нашу тему Я думаю, вот эти факты Вот эта реальность Божьей любви к нам Которой совсем к нам Которой мы не достойны получить Которой Бог проявил к нам Друзья, в нас, как в верующих Это должно производить вот это чувство великой благодарности Бога Сегодня тема нашего служения – это благодарность И я думаю, что может быть выше благодарности за Божью любовь, которой мы с вами не достойны Да прославится Бог за это! Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я пойму, что Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я колени склоню перед Богом Всевышним Субтитры создавал DimaTorzok Я колени склоню Я колени склоню Субтитры создавал DimaTorzok За все, что щедрая рука Творца Дарует нам, ничтожным человеком Кто сосчитал все милости Отца Что Он являет от начала века Как часто ропщину судьбу свою Как часто недовольны мы чем-либо Вместо того, чтобы сказать Ему За все свое сердечное спасибо Пусть даже не вопище не дала Как говорит нам Аввакума книга В загонах не осталось бы скота От всех усилий не было бы сдвига Но и тогда нам говорит пророк О Господе Он радоваться будет И Богу Своему всегда и в срок Хвалу воздать Он все же не забудет Давайте станем подражать Ему Благодарить за то, что мы имеем Прости нам нашу Господи вину Что этого еще мы Не умеем Прими нашу ничтожную хвалу За все дары и все благословения И научи нас, чтобы всю жизнь свою Мы пребывали бы в благодарение Аминь Слушаем пение Благодарю Господь И затем стихотворение Быть благочестивой и довольной Благодарю Господь За нежную зарю За краски дня, что созданы Тобою За ласковый закат Тебя благодарю За бархатность небесно, но порою Благодарю Господь за эту красоту За милость и любовь Твою святую За дивные дела и небо синеву Благодарю, что Ты всегда со мною Благодарю Господь За то, что я живу И вижу все, что Ты создал рукой За то, что я могу Прийти с мольбой к кресту Где можно быть наедине с Тобою Благодарю Господь За эту красоту За милость и любовь Твою святую За дивные дела и небо синеву Благодарю, что Ты всегда со мною Благодарю Господь За церковь я Твою За всех мой Бог искупленных Тобою За то, что на кресте Пролил Ты кровь свою За то, что Ты ведешь своей рукой Благодарю Господь За эту красоту За милость и любовь Твою святую За дивные дела и небо синеву Благодарю, что Ты всегда со мною Благодарю Господь За эту красоту За милость и любовь Твою святую За дивные дела и небо синеву Благодарю, что Ты всегда со мною Вы благочестивой и довольной Высшее достоинство души В зимний холод, в летний полдень знойный В шубе городов лесной тиши Равно как здоровье, так полезнее Славить за дары небес Творца За скалою и над краем бездны Не менять ни сердца, ни лица Благодарность — это не избрание Не в последних числах ноября Благодарность — это состояние Идеал земного бытия Благодарность — это хочешь Как Христос в страдании своем От души сказать Прославься, Отче В каждом деле на земле моем Аминь Пение «Благодарю за то, что вокруг поспело» И затем музыкальное исполнение «Храни себя» Благодарю за то, что все вокруг поспело И жатвы день нам дарит множество плодов Нас благодать Твоя великая согрела Вокруг царит Твоя любовь Благослови нас плодовитыми полями И все вокруг благоухает и растет Мир нас заполненный красивыми местами Рука Творца нам жизнь дает Благодарю за все, что есть на этом свете За солнце свет и за прохладный дождь Что каждый миг благословляешь на планете И в небесах с плодами жизни ждешь Благодарю за все небосущные в нашем доме За небо мирное над нашей головой Твоей рукою мы готовы быть Твою обидеть жизни не земной Благодарю за все, что есть на этом свете За солнце свет и за прохладный дождь Что каждый миг благословляешь на планете И в небесах с плодами жизни ждешь Благодарю за все, что есть на этом свете За солнце свет и за прохладный дождь Что каждый миг благословляешь на планете И в небесах с плодами жизни ждешь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я приветствую вас, дорогая церковь! В заключении нашего служения Мне хотелось просто несколько мыслями поделиться Мы с вами молиться будем Как вы уже заметили, что тема сегодня была тема благодарения И тема, о которой братья говорили до меня Мы сегодня хотели особенно уделить внимание на тому, чтобы поблагодарить Бога именно за Иисуса Христа Вообще мне хотелось бы, чтобы каждое наше служение уделяло внимание на Иисуса Христа Как-то Чарльз Перджин, король проповедника, сказал такую фразу Он говорит, девизом каждого служителя Божьего должно быть следующее Проповедовать Христа распятого И продолжал, он говорит, проповедь без Христа, подобно хлебу без муки Если в твоей проповеди не проповедан Христос, тогда иди домой и никогда больше не проповедуй Пока не найдешь то, что стоит проповедовать И как хотелось бы, чтобы каждая проповедь, которая звучит в наших кафедрах, в наших церквях Она проводила нас к Иисусу Христу Чтобы приводила нас к этому Голгофскому Христу Чтобы приводила нас к этому сокрушению перед Господом Чтобы мы почаще напоминали друг другу именно то, что для нас с вами сделал Иисус Христос И вообще у нас в нашем служении подростковом и особенно среди вожатых лидеров Мы поставили для себя такую цель, чтобы указывать подросткам на Иисуса Христа Это будет о личных разговорах или в беседах или в темах, чтобы как-нибудь говорить именно о Иисусе Христе Друзья, потому что ведь только Христос является нашим искупителем Только Христос является победителем И Иисус Христос является этим единственным героем в Божьем плане спасения И даже сам Бог говорит о Сыне Своем, говорит «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» И Он также говорит, что «Посему Я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть» И, друзья, мы с вами не просто так называемся христианами, потому что Христос является центром нашего вероисповедания И если Христос является центром нашего вероисповедания, то Он должен быть для нас дороже всего на свете И мне хотелось бы прочитать один стих Для нас это 1 Петра, 2 глава, 7 стих «Итак, Он для вас, то есть для нас с вами, для верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла камень протыкания и камень соблазна» Друзья, вопрос, на который я бы хотел, чтобы мы каждый себе задали в этот вечер «Какою ценою для меня является Иисус Христос?» «Какою ценою для меня является Иисус Христос?» Сегодня этот мир ценит все, что угодно, все, что не имеет никакого значения Люди сегодня держатся за все, что возможно, за какие-то ценности, за, может быть, дома свои, за машины, за близкие, за родных, за какие-то пенсионные фонды А за кого или за что мы с вами держимся? Какой ценою для нас является Иисус Христос? Мы сегодня с вами говорим о теме благодарения И мне хотелось бы, чтобы мы с вами в наших молитвах особенно поблагодарили за Иисуса Христа Почему? Потому что кровь и искупительная жертва Иисуса Христа, она достаточно нам, чтобы полностью отдать все, чтобы посвятить себя именно ради Иисуса Христа Потому что мы с вами, друзья, в таком долгу перед Христом, что всей нашей жизни даже не хватит, чтобы отплатить Ему Если мы посмотрим даже в начале создания человечества, мы увидим, что каждый человек, он родился грешником в этот мир И в Библии нам Слово Божие говорит, что все мы согрешили и все лишены славы Божией И когда Бог создавал этот мир и человека по образу, по подобию своему, Бог никогда не сделал нас для того, чтобы мы грешили И Он создал идеального и совершенного человека без всякого греха, без всякого порока Но мы как люди, как человек, мы все равно сделали этот выбор и мы совершили этот грех И мы с вами не только совершили грех, но и человек, он полюбил этот грех, он полюбил это зло И, друзья, впоследствии этого произошел этот разрыв между Творцом и Творением Но что и Бог, будучи праведный и святой, Он не может иметь что-то общее с греховным творением Но для того, чтобы удовлетворить этот святой и справедливый гнев Бога, необходима была жертва Необходима была смерть, необходимо было, чтобы было пролитие крови И, дорогие мои, мы с вами должны были быть этой жертвой Мы с вами должны были быть уничтожены за наши грехи И если мы рассчитываем на наши какие-то дела или, может быть, на наши поступки Что мы как-нибудь оправдаемся нашими делами или, может быть, как-то подкупим Бога Мы глубоко ошибаемся И если мы думаем, что, может быть, мы живем праведной жизнью Что мы предстанем перед Богом И двери рая, они просто откроются сами по себе Мы так же глубоко ошибаемся Потому что, как уже цитировал первый брат этот стих Праведность наша, как запачканная одежда Но, друзья, эта жертва, она все равно необходима Эта кровь все равно была нужна И поэтому Иисус Христос, Он делает этот шаг вперед Он отдает самого себя для того, чтобы принять эту чашу гнева Отца Своего И Он становится между нами и Богом Он создает эту стену для того, чтобы принять на себя грех всего этого мира И написано, что Он изъязвлен был за грехи наши И мучим за беззакония наши И написано, что Господу угодно было поразить его Но почему? Почему Ему угодно было? Потому что справедливость и святость Бога были проявлены этой жертвой И, друзья, мы с вами имеем надежду на вечную жизнь с нашим Богом Только посредством Иисуса Христа И когда мы предстанем с вами перед Богом Мы не будем говорить, ну, Господи, я уже с детства исполняю все заповеди, все законы Когда мы предстанем перед Богом Мы не будем говорить, Господи, я уже давно хожу на собрания Я читаю Библию, я молюсь Мы не будем говорить, что, Господи, мы уже столько лет, я уже участвую в служении Нет, потому что только посредством Иисуса Христа, Его пролитой крови Мы с вами оправданы перед Богом И, друзья, Иисус Христос является нашим ходатаем Он является нашим заступником Он является нашим искупителем Поэтому так хотелось бы, чтобы мы с вами понимали Насколько мы счастливы в том, что мы знаем Иисуса Христа Как-то одного богатого человека спросили Что для вас является самым ценным в вашей жизни И он, долго не думая, ответил, что для меня самое дорогое Это почка, которую мне отдал мой брат мой Потому что без нее я просто не мог бы жить Друзья, является ли Христос для нас с вами В нашей жизни, частью нашей жизни до такой степени Что мы просто не можем без него жить Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас Чтобы мы с вами не забывали, какой драгоценной ценой Мы с вами достались нашему Иисусу Христу И давайте в молитвах наших мы поблагодарим нашего Господа За эту искупительную жертву Господи, слава тебе, хвала и благодарность Господи За сына твоего Господи Спасибо тебе за Иисуса Христа За эту жертву, за пролитую кровь, Господи За то, что ты принял это, Господи За каждого из нас, эту смерть, Господи Хотя мы должны были умереть на этом Голговском кресте, Господи Помоги нам научиться, Господи, тебя любить Так как ты достоин быть любимым, Господи Помоги нам не забывать, какой драгоценной ценой Моей искупленной, Господи Я прошу тебя, ты благослови нас в остатке этого вечера И пусть только имя твое будет прославлено Бог мой, аминь Аминь Благодарю, мой Бог, что ты всегда со мной Много путей дорог, но я иду драго Свою тропа моя, земли стоять Скошу тебя, храни меня Свою тропа моя, земли стоять Спрошу тебя, ты сохрани меня Песни печаль, покой, и на душе моей Слышу я голос твой, через голоса трутей Знаю тропа моя, земли стоять Спрошу тебя, ты сохрани меня Знаю тропа моя, земли стоять Спрошу тебя, ты сохрани меня Благодарю, мой Бог, ты всех зовешь любя Если бы каждый смог послушаться тебя Если огонь горит, если огонь горит Любовь царит, Господь с собой Иди спаси темною Иди спаси темною Если огонь горит, если огонь горит Любовь царит, Господь с собой Как с всего с тобой Иди спаси темною Благодарение для ребят и девчат, братьев и сестер этого хора. Хотелось бы пожелать вам, любите Господа, и чтобы ваша жизнь, уже проживая ее, в дальнейшем, вы продолжали любить Христа. Чтобы не только здесь в церкви было пение для Христа, но и в школе, в пути, в дороге, везде вы не забывали о том, кому вы принадлежите, кого вы любите и кого прославляете. Благодарение Господу за то, что Он позволил иметь это общение, за участие. И на самом деле есть о чем благодарить нашего Господа. У нас приближается следующая неделя, это дни благодарения здесь по-американскому. Это хорошая традиция, когда собираются в кругу семье, чтобы поблагодарить Господа. И не только здесь, глядя на материальное, но мы понимаем, что духовная жизнь, которую нам дал Господь за то, что возлюбил нас, открылся, постучался в наши сердца, и мы откликнулись. Он нам дает эту возможность. И сказано, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется, сегодня мы с вами здесь находимся. И мы можем сказать, Господь, благодарны Тебе за то, что Ты стучался и откликнулся, и пошел за Тобой. А уже по жизни, когда мы идем за Господом, мы понимаем, что, ой, сколько много в жизни нашей надо менять. Наш характер, привычки. И я думаю, что Господь работает в этом отношении. И мы в этом должны видеть милость Господню, что Он стучит, говорит каждому из нас в отдельности. И иногда это бывает, что мы быстро слушаемся Господа и справляем, как послушные дети Божии. Иногда, может быть, упираемся непослушно, огорчаем Его. Иногда годы нужно, чтобы нам смириться под крепкую руку Его. Поэтому, Господь, пускай нас благословит и помогает нам идти за Ним. Я думаю, что через это все будет слава нашему Господу. Я сделаю объявление. У нас будет завтра в четверг Братский совет в 7 часов вечера. В субботу будет разбор Слова Божьего в 5 часов вечера. И также к молитве в субботу будет музыкальная конференция в Шарлоте, Носкаролайна, там в том штате. И многие туда музыканты, регента будут съезжаться, чтобы Господь благословил это общение. В воскресенье у нас будет служение в 10 часов утра и в 5 часов вечера. Братья и сестры, просьба поступила помолиться за Роксану Ахременко. Это девичек Григорян. У нее проблемы со спиной, с позвоночником. Поехали они в больницу, там врачи будут смотреть, чтобы делать операцию. Поэтому будем просить нашего Господа, чтобы он благословил это. И также еще просьба помолиться у брата интервью на работу, чтобы Господь усмотрел свою волю в этом. Если есть приветы для нашей Церкви, мы просим передать с Киргизии. За переданный привет мы сердечно благодарим и просим от нашей Церкви передавать приветы. Просим. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за милость Твою, за любовь, которой являешь каждому из нас в отдельности. Ты настолько нас полюбил, что оставил славу небес и пришел, чтобы дать нам спасение. Ты хочешь, чтобы мы были послушными Тебе, чтобы мы шли за Тобой и прославляли Тебя. И мы просим, благослови, чтобы Дух Твой Святой работал с нашим разумом, с нашим сердцем, чтобы мы обращали внимание за своим хождением духовным. Как мы идем за Тобой, чем живем, чем дорожим, что для нас цена. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты даешь это время благоприятное, когда мы можем быть на таких прекрасных общениях, когда молодежь, подростки с нами здесь находятся, они могут славить имя Твое Святое. Это время на самом деле свободы и время милости Твоей, когда мы можем открыто с дерзновением славить Тебя. Мы просим, Господь благослови, вот каждое сердце этих молодых братьев стер, чтобы они принадлежали Тебе, служили Тебе, Господь. Работай в их сердцах, чтобы у них зависимость была только от Тебя. Этот мир столько предлагает грехов и зависимости, но мы просим Тебя, Господь, благослови, вот, разум, чтобы мысли наши, чтобы мы могли, вот, постоянно размышлять, куда мы идем и для чего живем здесь на земле. Мы, Господь, просим Тебя, а также благослови, вот, Ты видишь, сестру Роксану, Ты видишь ее состояние, боли сильные. Ты знаешь, Господь, как можно помочь через руки врачей. И мы понимаем, что Ты, врач, Ты можешь исцелить и дать здоровье, все необходимое. Поэтому мы обращаемся к Тебе, Господь, благослови, вот, прикоснись Твоей исцеляющей рукой, чтобы она могла получить выздоровление, исцеление. Господь, мы также просим благослови, вот, брата, который пойдет, вот, на собеседование по новой работе. Господь, благослови, устрой все, чтобы он видел милость Твою. И мы понимаем, что пока живем здесь на земле, нуждаемся и в работе, нуждаемся в средствах, которыми могли бы оплачивать и проживание здесь. Но, Господь, благослови, каждому из нас понимать, что мы здесь временно находимся, а идем туда, где будем с Тобой находиться вечно, и дорожить всем, что Ты нам даешь. Господь, благодарны Тебе за это служение, за общение, за то, что можем славить имя Твое Святое. Просим, Господь, благослови нас в расхождении, в домах наших. Пребудь с нами благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого да пребудь со всеми нами. Аминь. С миром Божиим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...